Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня Защитника Отечества вручил государственные и областные награды жителям области. Торжественная церемония состоялась в здании регионального правительства. Наталья Чекет продолжит. В начале торжественной церемонии ко всем собравшимся обратился глава региона. Он отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения всем, для кого главным делом жизни стала защита родной страны, ее безопасность и благополучие. Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за нашу землю, за нашу родину, за наших людей. И оставили не только о себе память, но и оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Важно, что эти люди отстояли право России быть единой, сильной и суверенной страной. Медалью Луки Крымского награжден Владимир Герасимов. Врач, анестезиолог, реаниматолог из детской областной клинической больницы. Для мужчины это первая награда. Владимир Владимирович рассказал, что в профессию он уже 20 лет. В отделение реанимации попал будучи медбрата. Мужчина признается, что в медицину его завлекли его старшие коллеги. Общаясь с журналистами, вспоминает один случай из своей практики. В начале карьеры было, когда ребенок был с очень тяжелой инфекцией в районе. Там ему помощь на месте оказать не могли. И везти его было тоже с другой стороны крайне опасно. Но принял на себя такую ответственность, привез его в Тверь. И в дальнейшем он выжил. Я был очень рад. Владимиру Федяеву, начальнику медицинской службы Центрального научно-исследовательского института воздушно-космических сил Министерство обороны Российской Федерации вручили медаль за заслуги перед Отечеством второй степени. Владимир Валентинович из семьи военных врачей. Как рассказывает мужчина, отличие гражданского от врача от военного это большая ответственность перед пациентом. Когда мы заканчиваем институт военный или факультет, все-таки у нас более объемные нам дают знания, более обширные знания по всем специальностям. Бывают отдаленные гарнизоны, и ты должен разбираться в многих вещах. Немного в стоматологии, немного в хирургии. Плюс это большая ответственность. Здесь, если ты что-то не знаешь, ты пишешь, направить на консультацию. А там ты берешь ответственность за жизнь этого солдата и принимаешь решение, или его везти в госпиталь, или лечить. Это значительно большая ответственность. В числе награждаемых в этот день были и девушки. Одна из них – курсант военно-воздушной академии имени Жукова Екатерина Смирнова. Девушка обучается на четвертом курсе. Свою будущую профессию выбрала осознанно. В этот день Екатерине вручили благодарность губернатора Тверской области. Сейчас девушка работает над 3D-проектом военного городка академии. Сейчас разрабатывается проект. Мы его хотим повезти на армию. Но главное успеть все сделать – это 3D-модель академии военного городка. Также участвуют военные городки, которые прилегают к академии. Это Гатчина, Владимир. Это будет 3D-модель, в которой можно будет походить, все посмотреть. Также эта модель подразумевает собой автоматизацию учебного процесса, где можно выбрать кабинеты по оснащенности по числу личного состава. То есть упростит работу в структуре вооруженных сил. Почетной грамотой губернатора Тверской области был удостоен заместитель начальника по воспитательной работе Тверского Суворовского училища Сергей Туденков. Мужчина прошел путь от заместителя командира роты по политической части до главного инспектора отдела по работе с личным составом командования войск ВКО. Самая дорогая награда – это первая моя медаль. Это 1988 год. Вручалась от имени президента Верховного Совета СССР 70 лет вооруженным сил Советского Союза. Я ее получил самую первую. В этот день среди награжденных люди самых разных профессий. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов МЧС России, представители ветеранских организаций, оборонной промышленности и военной науки, сотрудники и курсанты Военной Академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова и Тверского Суворовского военного училища.